Дарья Харланова многократная чемпионка российских и международных соревнований. И это в свои 14. Пол жизни девушка неразлучна с ракеткой. Тренируется практически каждый день с недавнего времени на новых портах. Они очень хорошего качества. Их здесь гораздо больше, чем было на другом центре. Я буду играть на следующей неделе. Будет турнир в Курске. Я буду в нем участвовать. И через неделю я поеду на первенство России играть турнир в Москве. А вот Настя Артамонова в спорте всего пару месяцев. Тренируется вместе со старшим братом. Я занималась вместе с моим братом. Иногда, когда у него выигрывал, я очень радовалась. Я все время была активна, и мне все время нравились какие-нибудь такие активные игры. И таких активных учеников в Академии уже около 300. В их распоряжении 4 открытых и 4 крытых корта. Есть трибуна для зрителей, кафе и магазин спортинвентаря. Построить такой важный спортивный объект удалось во многом благодаря инвесторам. Это сооружение 4 крытых корта и там. Это сделано по всем мировым стандартам. Повторяю, мировым. Вот покрытие этого корта, вот президент Федерации тенниса, член Международный комитет, не даст соврать, соответствует уровню произведения известного турнира «Открытого первенства Америки». Теннис – уникальная игра для всех возрастов и прежде всего для детей, которые формируют с каждым ударом по мячу свой характер. Поэтому огромное спасибо, что это действие свершилось. И у меня душа поет, потому что я уверен, что здесь будут олимпийские чемпионы. На поиск будущих победителей турниров «Большого шлема» направлены основные усилия. И, что немало важно, финансы, рассказал Роман Старовойт. 290 ребятишек уже занимаются. Из них 120, я подчеркиваю, бесплатно. Мы для себя видим приоритет бесплатного развития тенниса для тех детей, которые имеют предрасположенность, у кого есть талант, заложен талант. Конечно, их нужно поддерживать. И именно поэтому здесь сформирован хороший тренерский состав, управленческая команда. Еще один подарок юным теннисистам – ценные советы от мастера спорта международного класса Анатолия Волкова. Как держать ракетку и правильно отражать подачу. И парочка специально для родителей. Привезти ребенка на корт, по словам заслуженного тренера СССР, можно уже в 4 года. Но это не значит, что в 4 года тренеры будут уделять игре в теннис. Основная задача в этом возрасте – развить основные качества физические, в которых в возрасте до 10 лет очень хорошо подается тренировка. Новая академия находится на территории парка Казатезе. Место выбрано не случайно. Скоро неподалеку появится новый жилой микрорайон. Поэтому всю территорию вокруг будут постепенно развивать и облагораживать. Мария Колосова, Антон Латышев, Максим Леонов. События дня.